друзья всем привет сейчас я нахожусь в компании дёркин приехал к ним в офис они для нас согласились провести обучение на тему реконструкции кровли сзади меня вот стоит менеджер игорь часа камеру переверну подготовили для нас вот такой вот стенд сегодня мы будем проклеивать пароизоляционную пленку будем вот так вот и и делать корыться есть какие-то сложные обходы у нас есть основание какое-то да и игорь сегодня вот про это будет нам рассказывать да начнем во первых надо сразу сказать что при теме реконструкции мы должны понимать что у нас скорее всего очень состаренная древесина то есть она может быть во многих местах растресканная например может сильно расходиться сочленение досок неровная может быть да то есть это достаточно такое сложный момент для реконструкции из плюсов для реконструкции когда мы говорим то что как правило в момент реконструкции вся весь дом уже освободился от избыточной влаги которая была в процессе производства работ штукатурок в стенах если это каменные дома и так далее там бы большое количество влажности она уже ушло поэтому мы работаем с более умеем более умеренных условиях с точки зрения вот температурно-влажностного режима у нас на стенде здесь показаны импровизированные стропила мы грубо говоря смотрим сейчас сверху с кровли вниз мы видим вот это вот основание она как будто это отдел имитирую да то на чем держится потолок например здесь может может быть идти сплошная обрешетка может она бы идти разряженной как сказал коллега она действительно может идти даже через там метр и грубо говоря нету основания на котором можно было бы удобно работать это достаточно такое сложное скользкое место здесь также на стенде у нас имитирована затяжка например например ригель да который уходит в теплую зону и здесь он доходит до до верхней грани стропил здесь у меня обклеена малярным скотчем для того чтобы мы могли работать с нашей пастой ликвикс и не испортить стенд ну на самом деле у вас этого естественный когда ничего нету также здесь видны какие-то болты которыми могут быть стянуты эти элементы конструкции они мешают проклейки на самом деле очень сильно поэтому мы здесь обязательно показываем также одним из самых сложных мест является сочленение скажем грубо говоря в зоне гендовы или хребтов когда самым сложным местом для работы является вот этот вот узел и таких узлов у вас естественно очень много сегодня мы обсудим как в этих местах работать глобально существует 2 века два метода вы вернее их больше на самом деле но мы сейчас говорим про самые главные основные самые основные методы которые используют для реконструкции это вклейка пароизоляции корыцем между стропил происходит на следующим образом то есть пленка в этом случае используется с высоким sd не будем сегодня эту тему рассусоливать правильно просто те кто знают они те знают пленка с высоким sd и она вклеивается между к этой же д то есть у него очень хороших характеристик очень хорошая как пароизоляция все-таки два слова скажем есть пленки которые могут легально проводить пар например в нашем ассортименте эта пленка дельта люкс она пар пропускает но первая задача которую решает пароизоляция вообще изначально пароизоляция по-немецки называется воздуха и пароизоляция у нас просто принято использовать просто слово пароизоляция хотя первая главная задача это именно воздухоизоляция это объясняется тем что есть два процесса диффузия и конвекция конвекция это когда в какую-то щель идет свободное движение воздуха то есть идет какой-то какой-то сифонит воздух из теплого помещения в холодную зону так вот в воздухоизоляционный контур он же контур контрольный потому что этот слой можно и нужно контролировать он должен быть полностью воздуха непроницаемый но при этом он может быть сделан из такого материала который в принципе пар пропускают есть такие пароизоляции да у них конечно очень узкая зона применения это другое дело главное чтобы понимать что в первую очередь когда мы делаем этот слой мы должны полностью исключить конвективный перенос воздуха то есть это воздуха и пароизоляция итак первый способ это когда мы вклеиваем корыцем мы замыкаем воздухоизоляционный контур через специальные клеи через прижимную реку на доску то есть наш контур выглядит как здесь доска потом клей потом пароизоляция или пара изоляции, потом опять клей, потом опять доска и так далее. То есть он получается неоднородный. В этом смысле это, как сказать, узкое место для реконструкции. То, что воздухоизоляционный слой неоднородный, он постоянно прервается. Доска, пароизоляция доска, пароизоляция и так далее. Но в случае реконструкции другого варианта просто и нет. Так вот, первый способ, третий раз начинаю рассказывать про это. Первый способ это вклеить корыцем. Второй способ, когда используются специальные пленки, у которых коэффициент СД может меняться в зависимости от температурно-влажностного режима. В нашей линейке эта пленка называется Delta Nova Flex. Этой пленкой можно, грубо говоря, вот так вот обернуть стропила. Почему ей можно обернуть? Потому что она сделана из такого полимера, называется полиамид, который в сухой теплой зоне внизу. У него одно значение СД – 5 метров. То есть она работает как пароизоляция, не как сверх крутая пароизоляция, потому что 5 метров – это невысокий коэффициент СД. Но мы же знаем, что самое главное – остановить конвекцию. Она конвекцию останавливает полностью. Так вот, она в нижней зоне работает как пароизоляция с СД 5 метров. В верхней зоне, там, где начинается увлажнение, и в холодной зоне, у нее этот полиамид, у него, грубо говоря, открываются поры. И СД становится, снижается с 5 метров до 20 сантиметров. Мы знаем, что диффузионно открытыми материалами называются материалы, у которых СД до полметра. 20 сантиметров – это до полметра. Поэтому этот материал меняет свою характеристику в зависимости от того, в каком месте вы ее хотите, грубо говоря, измерить. Внизу он работает как пароизоляция, вверху стропил работает как мембрана. Да, не как самая крутая мембрана, но все равно он пар пропускает этот материал. Поэтому можно использовать. В целом, короче, система работает правильно. Система работает правильно. И такую пленку нельзя использовать во влажных помещениях. Да, совершенно верно. Так как мы знаем, что в зависимости от показателя СД, мы можем применять этот материал в том или ином месте. Один из критериев – это какое помещение будет, влажное или не влажное. Эту пленку, вот эту вот, нельзя использовать во влажных помещениях. То есть, если у вас, грубо говоря, в мансарде есть ванная и несколько комнат обычных жилых, то нужно над жилыми комнатами обязательно делать, вернее, не так, над жилыми комнатами вы можете делать и вот этот материал. Но над ванной комнатой, конкретно в этом месте, вы должны будете взять именно пленку с высоким СД и вклеивать ее корыцем. Таково правило. И сегодня, кстати, мы здесь, на нашем стенде, он максимально усложнен с точки зрения работ. Вот это вот место, где, грубо говоря, Яндова, оно соприкасается с местом, где мы будем использовать пароизоляцию методом вклейки корыцем. Так вот, мы сделаем переход от пароизоляции с переменным СД к пароизоляции с высоким СД. Еще это все будет в месте, где сложно сочлененное такое, сочлененное место. Сегодня будем это делать. Едем дальше? Да. Да, вот меня интересует, пленка должна все-таки быть вот так. Отвечаю? Да, да, да. Когда мы говорим... Мы же крышу сверху делаем, правильно? Да, мы делаем крышу. Изнутри, когда утепляем, у нас пленка вот так, значит, и сверху она будет вот так. Отвечаю. Как пароизоляция, она работает любой стороной, которой вы положили бы ее. Ну, у нее же... У нее есть рефлективный слой, который может отражать тепло. Но этот слой работает только если есть воздушная прослойка. Минимум, если я не ошибаюсь, на вскидку 2 сантиметра. То есть, если вы прям положите на что-то, то этот эффект будет, ну, если не полностью исключен, но очень сильно снижен. Поэтому, в данном случае, вообще-то без разницы. Ну, вы правильно заметили, что по-хорошему нужно класть вот так. Понимаете, Павел снимает ролик, хейтеров-то сейчас набегут, ты не так положил пленку. А вот вы рассказали все верну, что... А вот мы для того и встретились, чтобы услышать неудобные вопросы, и я постарался бы на них ответить. Отличный вопрос, давайте дальше. Ну, здесь же у нас же есть еще небольшая маркетинговая составляющая. Я хотел показать материал лицом, грубо говоря. Это задняя сторона, но может быть не так презентабельно. Хотя, по сути, как пароизоляция, она работает одинаково. И этот эффект, в случае реконструкции, он почти всегда не будет работать, потому что у вас почти всегда здесь будет какое-то основание. Мы, кстати, к этому плавно сейчас перетекаем. Так вот, про основание нужно сказать несколько вещей очень важных. Во-первых... А здесь еще момент ультрафиолета. Вот здесь вот на этой стороне ультрафиолет нанесен или нет? Ультрафиолет это нельзя нанести. Он светит от солнца. Защита от ультрафиолета. Защита от ультрафиолета. И пароизоляция, она защищена с обоих сторон. Но, когда вы делаете реконструкцию, вы работаете в очень сложных условиях, потому что вы вынуждены закрывать весь объект укрытными пленками, потому что вы очень боитесь дождей. Потому что вы находитесь над жилым помещением. Поэтому вы все равно используете укрытные материалы. Реконструкция не может идти месяцами. Материал конкретно рефлекс в жарких африканских странах. Он используется как гидроизоляция отражающая. У него охрененно большая, если так можно было сказать. У него очень большая ультрафиолетовая стабильность. Хотя, конечно, в документах, в инструкциях и так далее, мы пишем обязательно, как можно быстрее укладывайте кровельный материал, закрывайте пленки. Мы остановились на том, какое должно быть основание здесь. На стенде у нас фанера, но так как это нужно просто для удобства использования. По факту в жизни, конечно, здесь всегда непонятно, что вообще. Можно даже такие варианты быть, когда здесь нет вообще ничего. И пароизоляция просто держалась на скобах. Снизу на скобах, там на какой-то рейке была прижата. И здесь ее сейчас, грубо говоря, не на что положить. Это очень неудобная ситуация. И про нее отдельно скажу. Сначала обсудим тот момент, когда здесь какая-то поддерживающая обрешетка есть. Ее нужно с этой обрешетки так обработать, чтобы исключить в ней какие-то саморезы, например, торчащие гвозди или щепки, которые могут пароизоляцию дырявить. Понятно, да, почему? Потому что нельзя нарушать целостность. Таких саморезов или щепок в реконструкции может быть очень много. Вы сами прекрасно понимаете, как делаются, например, отделочные работы. Могут там накрутить столько всяких людей. Понятно, короче, много всяких элементов. Обязательно это нужно зачищать. Углошлифовальная машинка и поехали. Иногда бывает проще, например, уложить тонкий слой утеплителя и сверху него делать уже пароизоляцию, для того, чтобы отделить основу с заусенцами от пленки. И тогда так легче. Можно положить тонкий слой утеплителя, можно положить фанеру, арголит, ОСБ, что угодно, что есть, для того, чтобы сделать основание пригодным. В случае, когда у нас очень редкая обрешетка, можно как раз и нужно как раз использовать те самые плитные материалы. Причем ОСБ здесь как бы можно тоже использовать, но это не обязательно, что... само ОСБ, да, но стыков очень много, и поэтому мы понимаем, что это как контрольный слой работать не может, без дополнительных мер. Если мы захотим все это проклеивать лентами, это, во-первых, будет сильно дороже. Ну и дольше, наверное. Итак, если у нас есть сильно разряженная обрешетка, мы кладем какое-то основание, например, любую плитный материал, который просто выполняет функцию основы, на которой мы будем раскладывать материал наш пароизоляционный, потому что без этого в воздухе это сделать вообще практически невозможно. Если вообще ничего нет, тогда вот здесь это самый сложный вариант. Нужно придумывать какую-то поддержку, ту же самую фанерку, но через брусок ее крепить к стропилам, для того, чтобы было какое-то основание. Едем дальше. Пароизоляция. У вас всегда будет между собой склеиваться. Приклеивать пароизоляцию в данном случае мы рекомендуем именно мультибандом. Хотя можно использовать ленту, которая инсайдбанд, но для реконструкции, как для наиболее ответственного места, мы все-таки рекомендуем именно мультибанд, который более универсальный и несколько лучше, можно так сказать, в этом случае. Так вот, здесь я показываю проклейку, нахлестов. Вы можете полтора метровыми кусками работать или в цельную длину, ваш выбор, как вам удобно. Далее укладывается, она без бугров, особенно это актуально именно в углах, то есть она должна лежать именно вот таким образом, чтобы не было воздушных карманов. Чтобы угол 90 градусов, да? Да, грубо говоря, да. И обязательно использовать при реконструкции прижимные рейки. Какую толщину? В принципе, толщина рейки здесь... Обязательно, да, используем? Обязательно. Почему? Потому что... Взять клей, я так понимаю. Потому что, да, это наиболее надежный способ, потому что клею нужно время, чтобы высохнуть. Правильно? Он же не прям сразу... Это же не суперклей. То есть он остается еще какое-то время пластичный. Никто не может дать гарантию, что в этот момент где-то что-то не отойдет. Рейка прижимает все надежно. Кроме того, это просто механическая фиксация, потому что вы работаете сверху, вы можете как-то наступать, ходить. Это скрывает механическую нагрузку с клея. На клее, в принципе, не должна быть никакая механическая нагрузка, он должен выполнять только функцию воздухоизоляции, надежную. То есть склеивать плотно нахлёсты или приклеивать пленку там конструкции. Так вот, наносится клей. Здесь у меня клей Дельта Тикс, но также можно использовать клей Дельта Тан. Кстати, обращу внимание, что этот тюбик мы открыли где-то полгода назад, просто в закрытом состоянии, он спокойно живет себе. Вроде желтый раньше его было. Наклеечка, наверное, да. Наклеечки могут поменяться, да. И обратите внимание, на один очень важный узел. Сюда, пожалуйста, камеру. Вот у нас есть нахлёст двух пленок. Здесь мы видим, что проклеено до самого конца. Так? Но у нас есть вот этот вот нахлёст изнутри. Мы его сверху даже не всегда видим вообще. Поэтому клей... Не знаю, что нужно сделать. Клей я буду наносить ровно вот отсюда, вот сюда. Угу. И потом еще вот здесь. То есть вместе нахлёста, сопряжение двух нахлёстов, клей наносится дважды. Вот здесь и вот здесь. Это очень важный момент. А можно здесь скотчем заклеить? Можно и так, но придется вот здесь вот делать тогда вниз и вбок. Все равно от этого не уйдешь. Это дольше будет. И я думаю, что и дороже. Потому что кусочек ленты такой будет дороже, чем 2 сантиметра, чем 5 сантиметров клея. Надашу. У меня вопрос. Давай. Значит, высота вот этой планки, какая должна быть? Угу. И толщина. Хороший вопрос. Чем тоньше, тем лучше? Во-первых, во-первых, не используются здесь перфоленты. Перфоленты. Потому что перфоленту, чтобы ей придавить надежно со всех сторон, придется очень часто использовать саморез, ну, крепить очень часто. Потому что перфолента себя не держит. Поэтому именно какой-то материал из дерева. Это высота. На самом деле, у меня здесь для стенда сделано более миниатюрно, но в жизни лучше использовать хотя бы 5-сантиметровую высоту. Я сейчас не про ширину говорю. Именно про высоту. Потому что у нас есть утеплитель 5-сантиметровой высоты. И мы, например, представим себе, что у вас были бруски только 3-сантиметров ширины. 3 на 5. Вы их вот так вот закрепили с обоих сторон. И между брусками ровно вы вложите утеплитель толщиной 5-сантиметров. У вас не будет никаких воздушных кормлений. Если вы десятку положите, то у вас получатся треугольники. Это не хорошо. Поэтому высота 5, она может быть разная. На самом деле, она не как. Когда мы сделали вот это прижалие, то нам в идеале использовать здесь утеплитель толщиной 5-сантиметров. А дальше уже... В идеале это если у вас и сама рейка 5-сантиметровая. Тогда да. Вы просто заполняете нижнюю часть. При этом в этом случае вам не важно какой ширины. Если у вас просто фанера маленькой толщины, то вам не обязательно использовать утеплитель 5-сантиметров. Вы можете и 10-сантиметров, потому что утеплитель вы вставляете в распорку. Он все равно сантиметр там как бы выправлет без проблем. Я думаю, для минеральной ваты нам даже удобно использовать вот такую фанеру, да? Ладно, давайте дальше. Давайте дальше. Для минеральной ваты сперва. А для минеральной ваты это ничего. Сперва прижимаешь, потом клеишь. Сейчас, сейчас увидите. Чем выше у вас, чем больше толщиной, вот здесь на 2-х сантиметрах, неудобно работать бывает шуруповертом. А выше это делать удобнее. Поэтому 5-сантиметровая высота это очень удобно. Она может быть и 8, но слишком маленькая это плохо. Я, например, изначально наживляю саморезы через шагом в 50-60 сантиметров на эту рейку. Просто на весу это делаю, ну, где-то на земле, возможно. Для того, чтобы мне здесь удобнее было работать. А дальше я делаю следующую историю. Я чуть-чуть вкручиваю их, самую малость, для того, чтобы я мог потом отодвинуть пароизоляцию. Видите? И дальше наношу в самое вот это место. Обязательно поближе снимите. и между стропилиной я туда запускаю его вниз под рейку непрерывным швом. И теперь я просто додавливаю шурупом рейку. Обратите внимание, получается, что лишний клей начинает выходить немножко, и это абсолютно воздуха и пара непроницаемые соединения. Вот это надежно. Просто используя клей без рейки такого достигнуть нельзя. А когда мы говорим о реконструкции, тут нельзя ошибаться. Поэтому такое решение. Сейчас я должен был бы вам показать как то же самое только с этой стороны, как я бы крепил бы здесь эти рейки. Одну с одной стороны, коротыш маленький с другой и так дальше. Но так как мы хотим именно обсудить самый сложный вариант, когда мы стыкуем две технологии, технологию с переменной, технологию с высоким SD. И это все происходит еще на фоне наших вот этих вот самых сложных мест. Поэтому следите что называется за руками. Что я буду делать? Тут можно не комментировать, а просто на самом деле снимать. Даже может музыку там какую-нибудь наложить. то есть ты обрезал полностью, да? Объясню, зачем я обрезал. Так как рефлекс это достаточно плотный материал, да? То есть на сложных местах он топорщится и не повторяет форму. Это очень неудобно в работе. А нам нужно сделать так, чтобы не было воздушных карманов. Поэтому в этом месте я просто обрезал и здесь мы будем работать ликвиксом. Вот. И сюда сейчас пароизоляция должна будет зайти. Но момент, самый важный момент в этой истории всей, это вопрос стыка пароизоляции одной и с другой. Сейчас я покажу один из вариантов, как это делается. Самый давай практичный вариант. И простой. Он и есть очень даже практичный. Какие-то супер там такие... Я с него и начну. С самого как бы удобного ходового. Чтобы это начать рассказывать, я должен объяснить, как удобно работать вот в этом сложном треугольнике. Очень удобно. Очень неудобно. Так как нам нужно сделать так, чтобы не было воздушных складок. Складки позволительны в пленке с переменным СД. Но воздушные карманы нет. Чтобы сделать вот в этом сложном месте, посмотри сюда, пожалуйста, вот в этом сложном месте, чтобы пароизоляция обогнула все вот так вот, без воздушных карманов, я использую такой шаблончик. Он подходит. По-хорошему он, ну, скорее всего так не будет, но вероятность небольшая есть, что вы сделав шаблон в одном месте, он у вас подойдет еще и везде, во всех остальных. Что мы делаем? Мы берем пленку с переменным СД. Вот у меня сразу отрезан кусочек. Одна сторона гладкая, полиамидом вверх. Это и есть лицевая сторона, которую вы должны видеть лицом к себе при монтаже. Обратная сторона, она с нанесенным спонбондом для того, чтобы усилить прочностные характеристики. Изначально эта пленка была без этого спонбонда. Деркин собирает обратную связь от тех, кто от практиков. И связь была обратная такая, что нужно усилить именно прочностные характеристики. Поэтому нанесли несколько лет назад, изменили таким образом пленку. Так вот, я беру этот шаблон, я укладываю на него материал. Вот так вот. И дальше начинаю складывать. Получается вот примерно такая штука. Да, сразу скажу, что когда у вас вот эти вот такие зоны есть, скорее всего, что вам 99% вероятности, что вам придется работать кусочками, как я делаю сейчас на одном маленьком кусочке вот в этой зоне. я вставляю сюда этот шаблон и мы понимаем, что пленка она идеально обошла контур. Она зашла во все углы и там нет никаких воздушных карманов. Саму эту пленку мы должны также прижимать рейками. Сейчас объясню, зачем. Берем рейку, вкладывается, я закреплю на один саморез для скорости, но, естественно, вы крепите их там почаще. Здесь не используется клей, но используется прижимная рейка. Для чего это нужно? Когда у вас хорошо прижато по всей длине вот это вот место, вы очень сильно ослабляете как раз конвективный перенос воздуха вот в эту верхнюю зону. То есть вы делаете более комфортные для службы условия для этих материалов. То есть эта пленка, вернее, рейка, она снижает вот это количество воздуха, которое сюда будет проходить, потому что она плотненько прижимается. Теоретически можно и без нее обойтись, но исходя из практики лучше делать всегда с рейками. Итак, я делаю рейку с одной стороны. С другой стороны, совершенно верно. Мы натягиваем материал так, чтобы он был как можно более сильно прижат к стропилам. Сюда тоже рейку, да? Сюда тоже рейку. Рейка также здесь используется. Делаем всю пленку в натяг, чтобы не было по возможности никаких карманов воздушных. Итак, мы сделали прижимные рейки с двух сторон, и мы видим, что у нас пароизоляция до самой критичной глубокой точки доходит. То есть, нет воздушного кармана, треугольничка вот такого. Это именно то, что нам нужно. Нам именно так и нужно делать. Это очень важный момент. Едем дальше. Пароизоляция хорошо натянута на стропила. Что здесь, что здесь. Мы сейчас здесь будем дальше натягивать. Хотел обратить внимание на вот этот вот узел. Так как у нас длина пароизоляции, которая идет здесь, она разная. Здесь у нас получается большая складка. Представим себе, что эта стропила у нас продолжается дальше вниз. Так вот работа с этим местом будет следующим образом выглядеть. Мы склеиваем новый нахлёст пароизоляционной пленки вот здесь вот. Мы наклеиваем на мультибанд и мы получается его клеим на вот такие складки. Складки, которые мы никак не заполняли клеем ничем. Это опять же недопустимая ситуация, но мы делаем следующим образом. Мы наклеиваем на них мультибанд и до мультибанда и до вот этой внутренней стороны обмазываем всё это дело ликвиксом, который полностью исключает здесь какое бы то ни было движение воздуха. То есть её надо порвать вот эту? Нет, её ничего не надо рвать. Вообще можно и обрезать, если хотите. Но это просто лишняя работа. Вы склеиваете просто мультибандом поверх вот этой вот складки и мы когда завершим работу, это будет видно, пока это на словах только. Так вот, мы здесь обмазываем ликвиксом. Это наиболее надёжный способ получается. Итак, воздухоизоляционный контур здесь и здесь должен быть состыкован между собой. И стыковать мы его будем по низу пароизоляции односторонней лентой мультибанд. Самый простой и быстрый способ. Но для этого нам нужно, чтобы эта пароизоляционная и воздухоизоляционная пленка дошла до низа без вот этих вот воздушных короней. У тебя же тут получается есть воздушный он минимальный. Если мы ещё доведём это место до конца, здесь же будет ещё прижиматься контрабрешёткой. Поэтому наличие таких небольших карманов, вот как здесь, именно вот в месте складки и вызванных именно самой складкой пароизоляционной пленки, они допустимы. Недопустимо, когда у вас есть складка в том месте, где она не нужна. Например, вот здесь по прямой. Вот это как бы нужно избавляться. А в тех местах, где конструкционно просто сложное место, там по-другому и не получится сделать. Итак. Ну почему? Если ты полностью вырежешь, можно полностью вырежешь. Я об этом сказал. Совершенно верно. Итак. В данный момент времени я обрезаю те лишние куски пленки, которые мне будут создавать дополнительные проблемы, которые будут топорщиться и создавать складки. Так как я это место все равно буду обрабатывать ликвиксом, мне они не нужны. Мне легче это просто вырезать. И мы видим, что пароизоляция у меня стыкуется по нижней части. И здесь я могу беспрепятственно, спокойно, односторонней лентой удобно достаточно склеить, замкнуть эти контуры между собой. Что сейчас я буду делать? Также по поводу того, можно ли здесь дырявить эту пароизоляцию. В верхней зоне в любом случае у вас пароизоляция будет нарушена крепежом. Это нормально. Поэтому и скобы тоже использовать можно. Более того, в таких вот сложных местах не мешает использовать скобу там, где у вас будет она загерметизирована. В данном случае будет ликвикс здесь намазан. ликвикс кстати по поводу работы с односторонней лентой сейчас расскажу как бы одно базовое самое главное правило ну простое но к сожалению все о нем знают никто ничего не знает когда мы наклеиваем ленту иногда бывает так что люди делают следующим образом они наносят первую часть нахлёста где-то наносят и потом начинают тянуть ее и прижимать тянуть и прижимать вот это совершенно ненужная история она должна грубо говоря лечь под своим как сказать вне вне в натяг на пленку и потом ее нужно просто хорошенечко продавить прям прошкаря быть вот когда она в натяг это все портит потому что материал грубо говоря которые растянут он стремится сжаться в свое исходное положение и это его механическая способность данном случае играть против клея потому что клей чтобы набрал свою прочность ему нужно время а эта механическая способность она срабатывает сразу то есть лента работает сама против себя это нельзя нельзя так делать поэтому она должна без напряжения просто быть уложена это очень важный момент если мы видим естественно какие-то повреждения которые в процессе работы уже появились мы их также односторонней ленты спокойно заклеим если эти повреждения большие мы можем вклеить заплатку это тоже нормально мы видим такую историю пароизоляция замкнулась но есть вот такие вот места неудобные и мы сейчас их собственно и загерметизируем с помощью пасты ликвикс кстати вот обратите внимание новая форма выпуска 1 литр раньше было два с половиной теперь этой формы нету есть отдельно 1 литровая банка отдельно 4 литровое ведро и отдельно ткань gt10 теперь продать все отдельно раньше она в комплекте было теперь вы сами смотрите какой у вас идет расход потому что тут то количество материала которое было изначально упаковки она почти что никогда не совпадала с тем как вы как вы используете поэтому теперь можете легче настроить себе свой расход у меня специально в руках именно литровая хочу первый раз с этим материалом буду работать мне кажется будет очень удобно потому что есть носик через который можно наносить сейчас мы как раз и попробуем но прежде чем это делать нужно сразу отрезать себе кусочек ленты вот этой вот армирующей ткани я предполагаю как какой кусок я буду заделывать и отрезаю сделать это за один раз не получается никогда поэтому работа кусочками это вполне себе решение хорошая минимум четыре куска получится один сюда и один еще там как-то будет потом отрежем и так я беру кисточку я беру пасту причем кстати пока далеко не ушли очень важный момент у меня рейки прижимные здесь есть и они здесь в дальнейшем и будут обязательно будут но я их делаю не сейчас а после монтажа ликвикса и вот когда я смонтирую ликвикс станет понятно почему и так наносим какой примерно слой там должен слой должен быть такой чтобы когда пропитался пропиталась ткань не было никаких пропусков сейчас сейчас поймешь примерно хотя ты и так конечно же понимаешь я наношу ткань я не понимаю допустим кстати ликвикс очень хорошо клеится к любой пароизоляции любым лентам отлично времени сохнет он в зависимости от температуры и влажности ну в конце видео я думаю что мы увидим что мы уже увидим первые как бы застывание этого этой пасты то есть если я с кисточкой рожденный вполне себе смогу покрасить это все дело надо еще добавлять сейчас добавим при работе очень хорошо когда есть просто влажная тряпка для очистки лук например просто под рукой иметь наношу сюда эту пасту и так придавливать чтобы максимально не было никаких вот этих воздушных полостей складки неизбежны и они абсолютно нормальные ничего страшного в этом нет для сложных мест удобная вещь но она и для сложных мест она просто незаменима на самом деле никакой другой аксессуар не может такой же уровень надежности обеспечить как ликвикс очень важно чтобы все места вот были по краю замазан чтобы не оставалось сухих как бы мест смотрите вот сложное место вот здесь вот внизу я сначала наношу сюда пасту в самые труднодоступные места в углы полностью размазываю а дальше я просто руками это я уже немножко испачкал но я беру просто руками и прямо туда в глубину или заправляю так как мне удобно и как мне нужно ничего страшного то что я испачкался потому что я могу сразу же тряпочкой нормально легко это дело очистить пока жидкая да но когда она застынет естественно ничего не отмывается уже важный момент вот у меня в руках рейка она должна быть вот здесь и она здесь и будет так вот я устанавливаю здесь и дури и теперь до конца закрутил до конца закрутил его теперь почему я делаю в такой последовательности потому что если бы я сначала прикрепил рейку а потом обмазывал ликвиксом то я ликвиксом мазал бы по верху этой рейки и если бы у меня под рейка была какая-то щель она могла вдоль рейки идти здесь сквозить что недопустимо вы должны как раз максимально снизить конвекцию когда ты делаешь сначала ликвикс потом прижимаешь рейкой ты этот момент побеждаешь это просто надо как бы держать для себя в голове то же самое с верхней стороны вот так ну и на саморез не будем пока это делать в принципе мы таким образом замкнули этот контур у нас остается то самое место с со складками сейчас я склею кусочек как бы продолжение ската с тем что есть и здесь покажу как работать есть идем и так я здесь схематично показываю на продолжение стропил что мы склеиваем между собой пароизоляцию с помощью ленты лента это здесь как бы идет по пленке без складок здесь и естественно эти складки будут чтобы через эти складки не было никаких сквознячков это место мы просто обрабатываем все ликвиксом сейчас это делать не будем но смысл понятен мы исключаем любую конвекцию таким образом ликвиксом наносим его сюда просто без тряпки с тряпкой естественное имею до используем ликвикс в этом месте и пришлось мне снять эту речку и обратно и вернуть стык тоже должен попасть под прижимную планку да потому что если этого не сделать также возможно сквозняки в стороны